Так, всем привет! С вами Наталья, Наталья Зубкова. Хочу сегодня рассказать о том, как я живу. О своем доме, о своем интерьере. И начну с детской комнаты своего внука. Это бывшая комната сына. Сын вырос, живет отдельно. И мы решили комнатку переделать, комнатку для внука. Вот смотрите, заходим в комнату. Полы полностью у нас сделаны под покрытие. Покрытие на основе. Теплое очень такое. Все отделано плинтусами. Вот, все буквально. Очень так, знаете, тепло здесь, ходишь мягонько все. Так, закрываем дверь. Вот она, дверь наша. Вот так выглядит. Тоже все везде, все уголочки в комнате. Все везде отделано у нас плинтусами пластиковыми. Обожаю вот этот вид отделочного материала. Очень, смотрите, углы. Все аккуратно, очень заделано. Мне очень нравится. Вот смотрите, как очень красиво. Можно аккуратно все заделать везде. Стыки. Вот. В комнате такая вот у нас система отопления. У нас идут трубы. Вот такая решеточка идет, отгораживает, значит, трубы. Там у нас идет за трубами по всему дому идут, как она называется, фольга такая на поролоне. Такая фольга для того, чтобы отражалось тепло только в комнату, чтобы та стена, внешняя дома, она не грелась. Все идет в комнату. Полочка вот здесь вот заделана тоже вот остаточками, кусочком поласа. На этой полочке у нас сидят детские игрушки. Вот, значит, очень вот такая вот красивая, красивые фотообои. Сначала одну стеночку вам покажу комнаты. Хотим в будущем, планируем вот такого же размера, карту мира очень подробную такую. Там с городами, со столицами, странами, реками, чтобы все-везде было подписано. Но пока ребенок маленький, ему три годика всего. Ну вот мы вышли из положения вот такой вот картой. Причем именно картой, почему? Потому что вот такие вот у нас обои, вот такие. Там тоже карта машины, но там тоже карта. Такие, знаете, стилизованные. И очень довольно-таки спокойные. Не знаю, почему я их выбрала. Не нашла красивые детские обои, вот именно совсем детские. Решили такие наклеить. Ну, хватит ему лет на 10. Лет до 10 ему хватит точно. Вот. Ну и, естественно, эта карта тоже нам вот это вот фотообои подошли. Вот смотрите, вот так вот сделан потолок у нас. Потолок у нас вообще вот такой. Он у нас цветной. Это панели. Очень хороший уход за панелями. Протер и все. То есть никакой не мыть, ничего их не нужно. Мы на панели наклеили звездочки. Вот такие звездочки эти светятся. Желтые, розовые, голубые. Зелененькие. Нет, желтые, розовые, голубые. Три цвета. Они, знаете, такого, не знаю, из чего они, но они напитываются светом. И ночью у нас здесь прямо звездное небо. Очень красиво. И вот здесь вот у нас сделан такой скос. То есть потолок ровный, но вот в одном месте сделан такой вот скос. И здесь встроенных 4 светильника со светодиодными лампами. В общем-то их хватает на комнату. Очень даже хватает. В комнате очень светло. Так, здесь вот у нас такой вот уголочек маленький для ребенка. Так как он еще совсем малыш. И за большим, вот там у нас письменный стол большой. Там он не может за ним пока сидеть. Ему высоко, ему это не нужно. Вот у нас вот здесь вот ему такой сделан уголочек. Такой вот сектор. У него там ноутбук стоит. Планшет он играет, там рисует. Стульчик маленький тоже все отделано. Вот видите, плентусами все отделано. Вот эта вот стенка, вот эта, это встроенный шкаф. Я потом покажу вам ее с другой стороны. Здесь вот у нас он отделан речкой, под лак. Очень так все красиво, все блестит. Так, смотрим дальше. Так, вот разворачиваемся. Вот там у нас дверь. Вот это вот у нас вход в... Не получается дальше снять. Здесь пока еще не буду показывать. Здесь у нас гардеробная. Вот такая вот встроенная в комнате гардеробная. То есть шкафа нет. Есть такая комната. Туда заходишь в эту комнату. И там комод, палочки такие под плечики. Вот там даже, наверное, видно плечики висят. Сейчас попробую приблизить. Видно, нет. Подойдем. Вот там вот видите, плечики висят. Но пока не буду показывать. Она у нас еще недоделанная. Вот. Очень удобно. Кстати, зашел, все там сложил. Никакой тебе одежды не будет валяться. У нас во всех комнатах вот такие вот встроенные гардеробные. Вот выглядит это так. Она отделана речкой. И вот здесь в плане у нас здесь купить какую-то софу хорошую ребенку. Такую вот мягонькую. Чтобы ее не раскладывать. Ну, чтобы он тут спал. Ну, пока у нас, конечно, комната детская. Творческий беспорядок в комнате. Когда, кроме игрушек, практически мебели нет. Тем более, что она и так вся встроенная. У нас получается из мебели только стул офисный и стул Каримкин маленький. И все. Все остальное игрушки. Вот. Но когда в доме счастье живет, вот именно так оно, счастье это и выглядит. Вот таким вот образом. Я думаю, всем это знакомо. У кого есть маленькие дети. Именно таким образом выглядит счастье. Так, что еще? Вот тут у нас такая в комнате стоечка стоит посреди комнаты. Сейчас отойду подальше, попробую ее снять. Нет, так видно плохо. Поэтому мы ее будем снимать с другой стороны. Так, вот смотрите. А там вот шторка, окно. И у меня с двух сторон от окна встроенная мебель. То есть, все буквально, вся мебель встроенная, все шкафы встроенные. Буду показывать вам по кусочкам, потому что свет, очень светлая комната. И очень плохо видно. Вот смотрите, с одной стороны окна, вот здесь встроенный шкаф такой. Здесь потом полочки будут, разноцветный шкаф. Он весь из рейчек. Сейчас подойду ближе, буду снимать ближе. Вот. Со стороны окошка он выглядит вот так. Вот так он выглядит. Стенка такая широкая. А здесь внутри, вот он шкафчик, одна полочка пока только есть. Но мы потом будем здесь делать полочки разноцветные. Чтобы немножечко, хотя бы каким-то образом, ну детская комната, чтобы было повеселее чуть-чуть. Вот. Здесь тоже все отделано плинтусами. Здесь такой вот порожек небольшой возле окошка. И тоже решетка идет. И тоже вот там, вот смотрите, тоже фольга. Там труба идет большая, толстая. Там тоже фольгой все заделано. Вот. По периметру комнаты полностью везде у нас идет фольга. Вот здесь тоже это вот стол. Вот. И тоже под столом идет вот такая вот тоже фольга. Там внутри труба. Так. Дальше. Показываю дальше. Вот это вот идет у нас шкаф. Вот с одной стороны у нас окна шкаф. Вот с другой стороны у нас окна шкаф. С другой стороны тоже шкаф. Тоже здесь вот такой вот. Так же он выглядит точно и здесь. Вот здесь вот точно так же и здесь он выглядит. И здесь у нас идет вот такой шкаф. Полочки. Полочки готовые. Но тоже хочу их покрасить в разные цвета. Вот. Пока еще так особо здесь накидали. Накидали все. Комната еще у нас благоустраивается. Ну здесь пока мама работает, пока ребенок играет. Картина у нас вот увлечения по номерам. Рисует по номерам. Вот здесь вот тоже полочки. Это вот этот вот шкаф как раз, который идет, где у Каримки вот столик детский. Тут вот столик детский. Если понятно, конечно. Стол отделан тоже панелями. Вот это вот пластиковые панели. Отделан вот здесь вот уголочком. То есть все хорошо. Никаких нигде ничего не задирается. Никаких затяжек не может быть нигде. Ни на колготках, ни на чем. Все очень гладенько, цивилизованно. Панелька такая вот пластиковая тоже очень хорошая. И стол очень гладкий. Тут есть, конечно, небольшие вот зазоры вот здесь. Стык панели. Но они не мешают. Совершенно никому они не мешают эти панельки. Эти зазоры. Ну вот. Дальше что смотрим? Сейчас я покажу вот эту стоечку. Вот смотрите. Вот такая стоечка. Видно ее будет, не видно. Внизу три трубы идут вот здесь. Дальше идут две трубы. Стойка под цветы. Обычная, совершенно купленная в магазине мебели. Но она у нас идет как распорка. Потому что дом у нас из вагонов. Или как правильно его назвать? Из панелей. И вот немножечко-немножечко был провис потолка. И теперь у нас вот эта стоечка, она идет вот как подпорка. Ну она и как выполняет декоративную функцию, как столик. Были еще полочки здесь боковые. Мы их убрали. Потом куда-нибудь приспособим в другое место. Вот так комната выглядит, если смотреть от стола письменного. Когда-нибудь потом он здесь будет заниматься, конечно, очень удобно. Здесь вот тоже все отделано палентусами. Вот здесь вот у нас, видите, розетки. Все хорошо отделано. Так, дальше. Смотрим дальше. Что у нас еще? Еще у нас здесь есть очень красивая штора. Очень красивая. Я как увидела, сразу в эту штору влюбилась. Смотрите, органза вот с таким детским рисунком. Причем подходит нам под интерьер. Потому что карта, потому что на обоях карта и детские обои с фотообоек с картой. И вот путешествия у нас здесь. У нас здесь вот и корабль есть, и у нас есть пират с сундуком сокровищ. И остров пальмы, пальмы, попугай. Ну, все что угодно. В общем, детская штора. Но мы пока еще не приобрели темные. Тоже еще думаем, что-то вот надо под интерьер будет. Смотрите, как наверху все отделано вот этим плинтусом. Уголочки все отделаны. Идет у нас гардина по потолку. Потолочная гардина обычная совершенно. Вот совершенно обычная гардина. Просто она снаружи отделана также плинтусом. И вот очень-то она спрятана и очень красиво смотрится. Что еще хочу вам рассказать. Так, шторочку мы уберем сейчас. Очень люблю широкие подоконники. Я просто обожаю. Посмотрите, две панели. Очень широкий подоконник у нас. То есть на нем практически можно даже сидеть. Вот, положить подушку, допустим, здесь вот. И сидеть на этом подоконнике вполне можно. Вот, тоже отделан такими же панелями, как стол. Уголочек вот здесь вот. И вот что еще хочу сказать. Смотрите, вот эти же плинтуса идут по всей комнате, как отделка. У них вот заглушки вот такие есть. С торцов здесь вот все хорошо закрыто. И вот идет этот плинтус. Вот, смотрите, как аккуратно все заделано везде. Как можно аккуратно заделать окошко. Видите, нигде ничего не выделяется. Все везде, прямо вот уголочки все. Вот, все ровненько, красиво. Вот. Так, ну вот. Вид из окна у нас замечательный. Как раз я снимаю и вышло солнце. Вот это наш двор. Там у нас сосны растут большие. Причем сосны садили давно. И вот в прошлом году у нас появились там грибы. Вот сейчас я приближу немножко. Мы вот там собрали грибы. Это наш участок. Это не улица. Это у нас во дворе. Мы когда-то там садили картошку. Теперь мы эту картошку не садим. Мы теперь у нас зона отдыха там. В прошлом году мы там собирали грибы. У нас там маслята, рыжики. Так, что еще? Это вид у нас третьего этажа. У нас получается перепад земли. И если со стороны двора у нас второй этаж, то со стороны улицы, вот если смотреть на город, у нас этаж получается третий. Вот. И вот там у нас очень красивый вид. У нас там видно часть Саянских гор. Наверное, не сами Саяны. Это наотроги Саянских гор. Но все равно очень красиво. Смотришь, и вот там вот горы. Просто здорово. В комнате очень светло, потому что основной упор солнца идет вот именно на эту часть дома. Поэтому снимать получается... Вот. Тут у нас леса строительные. Мы пока еще отделываем комнату, поэтому немножко мешают вот эти железяки. А так, в общем, вид вот такой. Вот такая вот. Вот так вот отделано окно. С двух сторон шкафы встроенные. То есть вся мебель встроенная. Все очень удобно. Здесь вот цветочек стоит. И вот точно так же пошли вот с этой стороны панельки. Шкафчик. Ну, в общем, как-то так. Так. Ну, вроде бы все рассказала. Еще что мы планируем? Планируем мы, конечно, еще. Может быть, какие-то... С люстрой у нас не будет. Потолок у нас просто вот обычный потолок. Люстру вешать мы не будем. Мы будем просто еще некоторые точечные такие светильники у нас будут. Над софой вот там будет. Потом... Здесь у Карима есть пока светильник. Мы ему такой переносной сюда ставим. Ну, здесь тоже нужен будет. Вот. Ну, и, в общем-то, все. Ну, вот так вот мы сделали, отделали комнату. Интерьер я придумываю сама. Жизнь у нас серая. Поэтому мне хочется все равно немножко яркости какой-то. Вот. Если кого-то какие-то вопросы интересуют, жду вопросы. Причем, знаете, выхожу из положения таким образом. Вешаю просто на ручку. Вот обычный пакет. Пока ремонт делали, вот у нас висит пакет под мусор. Вот. Ну, в общем, все. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам было интересно. Если какие-то вопросы есть, пишите. Пока-пока.